Два десятка юных жителей Орджоникидзовского района стали гражданами России. Накануне в праздничной обстановке им вручили самый главный документ. Уже не серпастый и молоткастый, но по-прежнему краснокожий и уважаемый паспорт. На торжественной церемонии присутствовала Татьяна Зайцева. В зале библиотеки нарядные девушки-юноши и их родители, пришедшие поддержать своих чат в столь важный для них день. Поздравили ребят не только работники библиотеки и паспортные службы, но и почетные гости. Депутат Законодательного собрания Челябинской области Анатолий Брагин и его помощник Александр Марков. Кто-то из вас будет ученым, кто-то военным, кто-то трудится на предприятии и так далее, но все вы будете приумножать славу России. Получить паспорт, а значит путевку в жизнь из рук состоявшегося в этой жизни человека Александра Маркова, помощника депутата Законодательного собрания области, хороший знак сочли юные граждане России и их родители. Все они волнуются еще бы, ведь паспорт – самый важный документ, открывающий дверь во взрослую жизнь. Конечно, самостоятельность 14-летних подростков, пусть даже и имеющих паспорт, пока еще ограничена родительским надзором. Но все же они могут, например, с разрешения родителей совершать сделки с недвижимостью, официально с регистрацией по месту жительства проживать отдельно от своих родителей, заводить в банках вклады от своего имени, путешествовать по России без сопровождения взрослых. С разрешения родителей и органов опеки трудоустраиваться на несложную работу. Среди подростков, получивших паспорта, бывший житель Донецкой области, а ныне магнитогорец Артем Калашников, для которого получение документа – особое событие. Мы рады вас очень видеть сегодня, что вы стали гражданином Российской Федерации, и поэтому вам сегодня вручается первый документ. Новоиспеченные граждане России не скрывают своих эмоций. Это очень торжественное, значимое для меня событие. Я очень рада, что теперь я гражданин России, буду почетно нести это звание. Татьяна Зайцева, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова